Ну вы знаете, что на этой неделе, в частности 24 августа, значит на Украине состоялись торжества по поводу очередной годовщины, четвертьвековой годовщины издания акта о государственной независимости Украинской ССР. Ну более вообще бредового документа, трудно себе представить. В Киеве прошел парад лыцарей вооруженных сил Украинской ССР, на котором, значит, непросыхающий президент выступил с очередной бредовой речью и так далее. Если вы почитаете этот акт о государственной независимости, там самое веселое место, где говорится о том, что этот акт продолжает тысячелетнюю историю украинской государственности. Ну более гомерического хохота, это часть этого документа, ну я вообще трудно встретить, потому что никакой тысячелетней государственности Украины отродясь, конечно, никогда и не было. Да и термина этого самого не было. Значит, ну я коротко напомню о том, что те территории, которые сейчас входят в состав Украины, независимые, да, или того, что мы называем Украина, это вот уже полутрупик, значит, который смердит на всю Европу. Это государство возникло в рамках Советского Союза, причем оно возникло совершенно искусственно, из абсолютно разных территорий, и многие хорошо знают, каким образом формировалась территориальная, значит, целостность современного украинского государства. Ну костяк этого государства составляют земли так называемой Малороссии или Малой Руси, большая часть этих земель входила в свое время в состав Древней Руси, потом, после монгольского нашествия, эти земли оказались в центре противоборства между разными политическими силами, в том числе Золотой Ордой, Литвой и Московской Русью. Ну, в конце концов, в 14 веке большая часть этих земель вошла в состав Великого княжества Литовского и Русского. Но при этом многие города Древней Руси, например, тот же Киев, которые подверглись тотальному разгрому и разорению во времена монгольского нашествия, они, в общем-то, долгие годы, долгие столетия даже находились в таком захолустном состоянии. Но вторая часть этих земель – это так называемая Юго-Западная Русь или земли Волыни и Галиции, которые тоже входили в состав Древнерусского государства, и где до 1340 года правила одна из ветвей династии Рюриковичей, так называемые Романовичи или Даниловичи. Но, к сожалению, после смерти внука Даниила Галицкого эти земли, значит, окончательно потеряли свой такой независимый княжеский статус. Часть этих земель вошла в состав Литвы, а часть этих земель, в частности Галиция, вошла в состав Польского королевства. Еще большой такой, как бы, кусок современной Украины представляют земли так называемой Новороссии и Дикого поля, а также Слободской Украины. Это исконно русские земли, которые осваивались выходцами как с Центральной России, так и с Малороссии. Речь идет о территории Харьковской, Сумской губернии, о территории современного Донбасса, о территории Херсонской, Одесской областей, Северного Причерноморья и так далее. Эти земли всегда были традиционной ареной противоборства трех мощнейших империй, это, в частности, Московского царства, Османской империи, ее вассала Крымского ханства и Речи Посполитой. Борьба за эти земли не прекращалась на протяжении нескольких столетий, началась она еще в эпоху Ивана Третьего, когда проходили знаменитые русско-литовские порубежные войны. Окончательно завершилась только после присоединения Крымского ханства к Российской империи в 1783 году и трех разделов Польши, 1772, 1793 и 1795 года, которые состоялись тоже при Екатерине II. Вот после этих событий большая часть этих земель вошла в состав Российской империи, хотя часть исконных русских земель, в частности, та же Галиция, они оказались тогда в составе Австрийской империи и таковыми оставались вплоть до окончания Первой мировой войны. Ну, как известно, свержение монархии нашей либеральной публикой, или как я их называю, февралистами, оно дало толчок, значит, разрушению Российской империи, и здесь на первой роли вылезли разного рода сепаратисты, прежде всего вот эти вот украинствующие, где первую скрипку играли малороссийские регулиесеры и откровенные нацисты типа Михновского, Винниченко, Петлюры, Грушевского и так далее. Уже в марте 1917 года создается Украинская Народная Республика, которую возглавил президент УНР, в кавычках, господин Грушевский, который до этого всю жизнь прожил на территории Австрийской Галиции. Создается генеральный комиссариат во главе с господином Винниченко, это правительство, значит, создаются собственные вооруженные силы Гайдамаков, которых возглавил Семен Петлюры и так далее, и так далее. Но эта Украинская Народная Республика просуществовала очень недолго, в 1918 году она приказала долго жить, значит, на Украине возрождается гетманство, главой государства становится генерал русской императорской армии Скоропадский, который сидел исключительно на германских штыках, но его сидение оказалось очень непродолжительным, и уже в конце 1918 года, в общем-то, вся эта публика, что называется, уходит в историческое небытие. Они, естественно, пытались там каким-то образом сопротивляться, значит, кочевряжиться, принимать участие на стороне белых армий и интервентов в борьбе с большевиками, но все это оказалось тщетно, вот, и в результате после Гражданской войны на территории бывшей Малороссии, части, значит, Подолей, Волыни и Новороссийской губернии возникает Украинская Советская Социалистическая Республика. Причем в годы Гражданской войны на этих территориях существовало несколько государственных образований, в частности Одесская Республика, Донецко-Криворожская Республика и так далее. Но тогда вот по сугубо политическим мотивам руководство большевистской партии пошло на создание такой объединенности Украинской Республики. Причем тогдашние вожди большевизма, они, в общем-то, стали, ну, явно заигрывать с представителями нацменьшинств в ущерб так называемому русскому великодержавному шовинизму, потрафлять вот этим националистическим настроением. В Украинской ССР, по сути дела, окопалась вся вот эта украинствующая публика, начиная с главы правительства Раковского и кончая тогдашним генеральным прокурором, а затем и наркомом народного просвещения господином Скрипником. Именно они инициировали насильственную украинизацию этих территорий. Ну, достаточно вспомнить знаменитый майский пленум 1925 года, прошедший в Киеве, где было принято вот это печально знаменитое постановление об украинизации. Вот так вот лапидарно, коротко и без всяких, значит, стеснений было названо это постановление, где черным по белому было указано, в какие сроки проводить украинизацию всего партийного хозяйственного государственного аппарата, в какие сроки переводить обучение на украинский язык высшие и средние школы, ну и так далее, и так далее. Вот. В результате вот этого канали украинизации, когда Чохом, значит, украинцы стали записывать промышленный пролетариат, например, Донецк и Криворожского края, но он уже перешел все разумные пределы, и Сталин тогда вынужден был писать письмо на имя Кагановича и других членов ЦК, где прямо говорил о том, что насильственная украинизация и превращение русских рабочих в украинцев, это и является не форма национального освобождения, а форма национального гнета. Что эта работа, которая сейчас отдана на откуп местным украинским националистам Рогулям, она, по сути дела, является собой яркую форму противопоставления Украины Москве, то есть борьбы с центром, то есть фактически тогдашние украинские самостильники возглавили некий такой, ну, очаг сепаратизма. Но этот очаг был вскоре, слава богу, подавлен, вот, и в начале 30-х годов все вот авторы этой насильственной украинизации либо ушли в отставку, либо на тот свет, как, например, господин Скрынник, который застрелился. Но, тем не менее, вот эта украинствующая публика, которая при Сталине оказалась задавлена, во времена Хрущева поднимает голову, более того, значительная часть выходцев с Украины становится не только опорой товарища Хрущева в украинской парторганизации, но и на уровне союзного центра. Многие члены, значит, бывшего украинского руководства становятся членами политбюро, ну, тогда президиума ЦК и секретариат ЦК становятся союзными министрами и так далее. Ну, а расцвет вот этой вот украинствующей публики наступил уже во времена Леонида Ильича Брежнева, который, как известно, был главой небезызвестного украинского клана. Более того, есть достоверные свидетельства того, что незадолго до смерти Леонид Ильич собирался передать бразды правления первому секретариату ЦК Компартии Украины Владимиру Васильевичу Щербицкому, но по разным обстоятельствам не успел этого сделать. Поэтому, конечно, никакой самостийной государственности, никакой тысячелетней и даже столетней украинской государственности отродясь не было. Это все фантазии украинских сведомов, которые вот заразили этой бредовой идеей большую часть населения своей страны. И когда нам говорят, а что же произошло на Украине? А произошло то, что значительная часть граждан соседнего государства оказались отравлены псевдоисторическими байками. А базой для вот этой отравы стал вот этот акт о государственной незалежности, где было записано о традициях тысячелетней государственности Украины. Вот результат того, как история становится орудием политики, как история переформатирует общественное сознание целой нации, как история становится орудием, по сути дела, межгосударственной войны. И вот как результат это гибель несостоявшегося государства, который, увы, на мой взгляд, еще, в общем-то, будет чреват серьезными потерями. Прежде всего, для граждан самого несостоявшегося украинского государства. Здесь можно только пожалеть граждан этого государства и пожелать им, чтобы они включили наконец-то голову и поняли, кто их настоящие истинные друзья, а кто их настоящие истинные враги. Спасибо.